Друзья, в оставшееся время я хочу вас с одной стороны пугать, а с другой стороны вдохновлять и развлекаться. Ну, потому что вы, конечно, если вы не знаете индукцию, то вы, наверное, не знаете, что такое многомерное пространство. Четырехмерное, например. Кто-нибудь знает, что такое четырехмерное пространство? А я вам сейчас расскажу. Это очень легко. Это легче, чем индукция. В каком-то ключе. Сейчас я вам это расскажу. Я хочу просто рассказать вам, на самом деле, какая удивительная наука стоит за всем вот этим делом, если оторваться от плоскости и войти в большие размеры. Это удивительно. Трехмерное пространство, вы себе представляете? Давайте начнем с этого. Трехмерное, наверное, представляете? Вот оно вокруг, да? Это вот наше трехмерное пространство. Ну, давайте сначала с плоскостью еще раз. Вот у нас плоскость. Что она из себя, по сути, представляет? Плоскость – это просто множество точек, да? С какими-то координатами. Множество точек с координатами х1, х2. А что такое х1, х2? Это просто какие-то вещественные числа, правда же? Любые вещественные числа, давайте х1 и х2, это любые вещественные числа. Они могут служить координатами. По сути, плоскость – это просто набор таких пар. Плоскость – это просто набор вот таких вот пар, как элемент которых – это вещественное число. Вы с этим согласны? В некотором смысле плоскость – это просто набор таких пар, состоящих из вещественных чисел. Да, но чтобы ставить задачу Борсука, мы еще должны уметь мерить расстояние. Но мы с вами договорились, как мерить расстояние, вы все это знали. Если у нас есть две точки, х и у, то расстояние между ними, конечно же, меряется по формуле х1 минус у1 в квадрате, плюс х2 минус у2 в квадрате, и всего этого извлечь корень. Это вы все согласились, правда? Да. Так, давайте посмотрим, что такое трехмерное пространство. Сейчас напишу. Вы согласитесь, что трехмерное пространство совершенно аналогично с набор вот таких вот троек, где каждый элемент троек – х1, х2, х3 – это какое-то правоспольное вещественное число. Догадываетесь, да, что в пространстве тоже можно задать систему координат, и каждая точка в пространстве определяется тремя вещественными координатами, тремя вещественными числами, произвольными секционами. А как померить расстояние между двумя точками в пространстве? Кто-нибудь знает? Нет? Ну, вот смотрите, вот две точки, да? Но нужно снова применить теорему Пифагора, только дважды. Как посчитать расстояние, не знаете, да? Я вам напишу. Ему надо считать вот так. Корень х1 минус у1 в квадрате, плюс х2 минус у2 в квадрате, плюс х3 минус у3 в квадрате. Дважды применяем теорему Пифагора. Понятно? Ну, по крайней мере, это... Ну, если даже вы этого не знали, то это очень естественно. Это просто теорема Пифагора. Наверное, теперь, когда я все это написал, вы догадываетесь, как я хочу определить пространство произвольной размерности. Абсолютно точно так же. РН – это просто множество точек, определяющихся последовательностью чисел х1 и хn. Таких, что каждый из этих чисел, х1 и так далее, хn, это некоторое произвольное вещественное число. А расстояние между точками в этом пространстве меряется по формуле корень из х1 минус у1 в квадрате плюс х2 минус у2 в квадрате плюс и так далее, плюс хn минус у2. Просто определение. Просто определение. В это не надо ни верить, ни проверять, как это определение пространства. Так определяется нмерное пространство. Меня очень любят спрашивать, как все это представить. А никак? Никак. Вы думаете, я себе представляю там 25-мерное пространство? Нет, конечно. Это такой вот абстрактный объект, с ним можно работать какими-то комбинаторными средствами. А как поставить проблему борсука, задачу борсука вот в этом пространстве РН? Ну как ее поставить? Так же точно, как на плоскости. Есть какое-то множество точек в РН. И мы хотим его разбить на какие-то куски F1 и так далее, Fm. Вот такой многомерный торт хотим разбить на M кусков. Так, чтобы диаметр каждого куска, диаметр F1, каждого, был строго меньше, чем диаметр F. и в то же время, чтобы вот это M было как можно меньше. Ну, абсолютно так поставится задача. Диаметр определяется за счет вот этого расстояния, то есть никаких вопросов. Да? Вопросы задавайте тем не менее. Это непонятно. Но есть какой-то страшный абстрактный торт, многомерный, состоящий вот из таких точек. И мы хотим его разрезать на кусочки, на подмножество, каждый из которых имеет диаметр строго меньше, чем диаметр исходного. Спрашивается, насколько мы с гарантией частей можем его разрезать. Ну, в размерности 2, на плоскости. Что мы с вами доказали после долгих усилий? Мы доказали, что в качестве вот этого M всегда можно взять тройку. Верно? На плоскости, в качестве такого M всегда можно взять тройку. Это мы доказали. Слушайте, а что ходить в какие-то ужасные размерности, в какие-то там стомерные пространства? Сейчас я про них буду говорить. Зачем? Давайте посмотрим напрямую. Наоборот, пойдем в меньшую размерность. С плоскости пойдем напрямую. А там? Насколько частей меньшего диаметра можно с гарантией разрезать любой одномерный тортик? Насколько частей меньшего диаметра можно с гарантией разрезать любой одномерный тортик? На 2. Но это вообще очевидно, потому что вот у нас напрямую есть какое-то множество точек. Ну, понятно, что его надо вот так вот разрезать, грубо говоря, пополам, но они-то будут части меньшего диаметра. То есть на прямой можно ограничиться двумя частями, на плоскости после долгих усилий мы доказали, что можно ограничиться тремя частями. Давайте продолжим. Наверное, в пространстве обычном, в котором мы живем, можно ограничиться четырьмя частями, да? Вот Борсук, он высказал гипотезу в своем 1933 году, высказал в 1933 году гипотезу, в размерности n всегда хватит n плюс 1 частей. В размерности n всегда хватит n плюс 1 частей. Но он как бы продолжил вот прямой на плоскости дальше. И, по-другому, а что? Может быть, чем черт не шути? Может, в произвольной размерности тоже надо с одной части хватит. И вы знаете, огромное количество специалистов в области серьезных математиков, которые занимались комбинаторной геометрией, они, в общем, гибли в справедливости этой гипотезы. Очень заманчивая гипотеза была. Крайне хотелось думать, что действительно n плюс 1 частей всегда хватит. Доказали гипотезу в размерности 3. При n равном 3 вверх. Доказали, кстати, тоже с помощью универсальных покрышек. Но только там, конечно, неправильный шестиугольник брали, а какое-то трехмерное тело, да, в качестве универсальной покрышки. Я вам скажу, какое на самом деле. Октайдр. Оказывается, правильный октайдр служит универсальной покрышкой в размерности 3 для произвольного множества диаметра 1. Вот можно в октайдр заключить любой множество диаметра 1. Это очень удивляет. А теоретно. И за счет этого доказали, что при n равном 3 гипотеза Борсука верна. А дальше случилась очень интересная вещь. С размерностью 4 бились, 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 так и ничего не дали. Очень долго мучились, и до сих пор мучаются совершенно непонятно, что происходит в размерности 4. Никто не знает, то ли верна гипотеза, то ли не верна, не понятно. Но в 1993 году разверзность, так сказать, врата случилась удивительная. А именно два замечательных математика Канн и Калай. Сейчас я должен как-то так выкнетать обстановку с максимальным пафосом. Знаете, что они сделали? Нет, ну понятно, они опровергли гипотезу Борсука. И от этого уже догадались. Но не в размерности же 4, ведь я же сказал, что с размерностью 4 ничего не понятно. Не в размерности 4. Нет. Они доказали, что гипотеза Борсука не верна при всех n, размерностях n, больше либо равных 2015. Но вот так. Они опровергли гипотезу Борсука, но только начиная с размерности 2015. И вообще у них очень красивая конструкция, которую, конечно, я здесь не изложу, но она очень красивая, достаточно простая в таком-то ключе. И самое любопытное, что множество, которое живет в размерности 2015, и которое нельзя разбить на 2016, частей меньшего диаметра, это конечное множество точек. Это даже не какая-то страшная фигура, не какое-то страшное тело, а просто конечное множество точек. Можно построить конечное множество точек в жуткой размерности, которые нельзя разбить на n плюс 1 часть меньшего диаметра. Такой вот удивительный, чисто комбинаторный факт. Геометрии вообще уже никакой. Чистая комбинаторика, очень красивая, но сегодня я, конечно, ее не изложу. А дальше идет такой совершенно уже развлекательный пассаж, касающийся того, ну что, знаете, вот как мысль пришла, отворяй ворота, да? Раз уж контрпример построен, давайте как-нибудь понижать размерность, в которой живет такой подобный ему контрпример. То есть люди все кинулись понижать размерность контрпримера, искать контрпримеров каких-нибудь меньших размерностей. Там была целая история, которую я сейчас, наверное, вам расскажу, чтобы вас развлечь. Просто это забавно. И на этом завершу лекцию. Смотрите, в 1994 году, то есть ровно через год после работы Кана и Калаи, вышла работа Милле, которая доказала, что пехотеза неверна при всех n больших либо равных 946. Вообще, я думаю, что вам очень забавно. Выглядите на эти числа, абсолютно непонятно, откуда они берутся, с какого вообще панталыка, да? Совершенно непонятно, как они связаны между собой. Ну, что ж делать? Ну, непонятно. Математика не такая сложная наука, не всегда все понятно. Ну, и дальше было прям целое соревнование. Такое. В 1997 году в гонку включился Вайсбок, который совместно с Греем продвинулся чуть-чуть в задаче, а именно показал, что гипотеза неверна, начиная с размерности 903. Ну, конечно, продвижение не такое значимое, как вот при этом шаге, но все-таки продвижение. Вайсбоку хронически не везло. Сначала ему не повезло в том же 1997 году, потому что, построив свой контрпример, он был сразу объеден, что называется. То есть придумали контрпример в меньшей размерности, причем не придумали даже, а я придумал. Вот, я этим тогда занимался, давайте я себя поинициалом просто сокращу, как принято, знаете, в научном докладе. У нас лекция, конечно, но все-таки. Значит, я в 1997 году построил контрпримеры, начиная с размерности 561. Но Вайсбок не сдавался. И в 2000 году, после трех лет размышлений, он написал статью без соавторов, никакой грейнджа в этом не участвовал, не потребовался, в которой опроверг гипотезу, начиная с размерности, чтобы вы думали, 560. Потом, а я же ему, я говорю, ему хронически не везло. В том же самом 2000 году в гонку включился Хинрихс, немецкий математик, который жил на тот момент в США. И Хинрихс таки продвинулся здесь, не думайте, не 559. У Хинрихса получилась граница для размерности контрпримера 324. Нет, Вайсбух, все, Вайсбух выпал из гонки, я тоже уже этим не занимался. Люди занимались дальше. В 2001 году Олег Пихурка понизил размерность до 121. В 2003 году к делу вернулся Хинрихс, который, наоборот, в отличие от Вайсбуха действовала, взял себе с автора по фамилии Рихтер, но не музыканта, конечно, а математика, и они вместе сподвиглись опровергнуть гипотезу, начиная с размерности 290 вуз. Целых 10 лет после этого вот этот результат оставался не улучшенным. И лишь в 2013, то есть в текущем году, совсем недавно, появилась работа замечательного молодого украинского математика Андрея Бондаренко, которая была, в общем, не к неким просто шоком для специалистов. Никто не ожидал, что такой результат получится шикарный. Он доказал, что гипотеза не верна, начиная с размерности 65. Почти сразу после того, как появилась его работа, нет, кто сейчас никому не фамилии и заметил, что здесь можно поставить 64. И вот текущий рекорд это 64. Контрпримеры сейчас все начинаются с размерности 64. Что происходит в размерности 4-63? Ну, пока известно только одному богу. Вы вот как раз подрастаете, видишь, кто-нибудь из вас включится в эту гонку и дожмет, наконец, размерность до какого-нибудь разумного значения. Лично я предполагаю, что в размерности 4 гипотеза все-таки еще верна, но уже в размерности 5 должен быть контрпример. Однако, абсолютно непонятно, как его сказать. Видите, тут перспектива таких самостоятельных исследований колоссальная. Есть еще ряд задач, которые могли бы делать прямо школьники и делали, надо сказать, пару лет назад на летней конференции турнира городов. У меня был проект, касающийся проблемы Форсука, и там очень активно некоторые школьники включились и получили прямо новые результаты, мы это опубликовали в этой статье. То есть, тут такая очень бурно развивающаяся, красивая наука. Вливайтесь!